МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Исполнение майских указов президента – задача номер один для всех регионов страны. Об этом заявил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. В рамках рабочей поездки в столицу Ненецкого округа полпред посетил объекты инфраструктуры и провел совещание, посвященное финансовой ситуации в регионе и исполнению майских указов президента. Полпред подчеркнул, выполнение показателей не должно стать самоцелью. В случае объективных препятствий необходимо искать альтернативные варианты повышения качества жизни населения. Отчет об исполнении майских указов представила вице-губернатор Татьяна Лагвиненко. Из 40 целевых показателей, определенных указами, по итогам 2015 года достигнуты плановые значения по 29. Шесть целевых показателей выполнены на 95%, что является допустимым отклонением от нормы. Особое внимание Николая Цуканова было обращено на зарплаты работников образования. План по повышению уровня зарплат педагогов в школах до среднего по региону выполнен с превышением на 17,4% в прошлом году и на 4,5% в текущем. Что касается дошкольного образования, то исполнение в первом квартале 2016 года составило 96%. Причиной невыполнения является недостаточная квалификация работников. 76% педагогического состава имеют среднее профессиональное образование. Кроме того, на показатель повлиял рост средней заработной платы в сфере общего образования на 8,8% относительно 2014 года. По словам вице-губернатора Татьяны Лагвиненко, для достижения показателя к концу 2016 года будет продолжена работа по повышению квалификации, а также аттестация педагогических работников совместно с Северным Арктическим Федеральным Университетом. К концу года данный показатель прогнозируется к выполнению на уровне 133,3%. До 139,6% планируют довести показатель средней заработной платы работников доп. образования. За первый квартал 2016 года средняя зарплата педагогических работников доп. образования составила 73,516 рублей, что составляет 104% от средней зарплаты учителей в регионе. Основной причиной недостижения показателя по итогам года является уменьшение в соответствии с законодательством учебные нагрузки педагогических работников, а также снижение коэффициента совместительства. Кроме того, как и в случае с работниками детских садов, существует процент педагогов доп. образования, которые не имеют высшего образования и квалификационных категорий. Исполнить указы президента в полном объеме, то есть довести зарплату работников образования до средней по региону, Нинницкий округ обязуется к концу года. Наиболее критичным, по словам вице-губернатора, остается исполнение показателя по использованию гражданами механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Сегодня доля граждан, получающих госуслуги через интернет в Нинницком округе, составляет 15,7%. Плановый показатель для страны установлен на отметке 40%. Несмотря на положительную динамику, в 2016 году достижение показателя в ближайшем будущем маловероятно, учитывая специфику региона, отметил заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Андрей Травников. Достижение индикаторов и цифровых показателей не самоцель, а она не должна закрывать реальную работу. Поэтому хотелось бы, может быть не сейчас, может быть мы вложим в протокол этот пункт, услышать, какие мероприятия дополнительные, компенсирующие, вы производите, проводите для повышения доступности и качества государственных и муниципальных услуг. Лично мне что напрашивается? Вот у вас подсчет уже сегодня 100% охвата населения из сети МФЦ. Соответственно, нужно расширять количество услуг, которые предоставляются через МФЦ. В 2015 году в Ненинском округе завершены мероприятия по созданию сети многофункциональных центров. МФЦ появились во всех муниципалитетах региона. В 2015 году госуслуги через МФЦ получили в три раза больше заявителей, чем в 2014. За семь месяцев текущего года уже предоставлено 24 тысячи услуг. Это практически столько же, сколько было предоставлено за весь 2015 год. По итогам девяти месяцев мы пришлем сюда тоже из полупреста рабочую группу, которая посмотрит, что было сделано в субъекте, что вам удалось достичь. И самое главное, коллеги, по всем основным показателям объективных, которые можно будет выполнить, вы должны их выполнять. Полпред Николай Цуканов также напомнил, что исполнение указов президента приведут к качественной жизни населения. А это задача номер один для всех регионов страны. Ирина Цепетова, Антон Бодряков, Телеканал «Север». Каждый пятый ребенок Ненецкого округа отдохнул за счет бюджетных средств. В Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты подводят первые итоги летней оздоровительной кампании 2016. К середине августа прошли оздоровление и находятся на курортах 411 детей и 348 родителей. На отдых за пределы региона выезжали дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, спортсмены, отличники и активисты. Кроме того, досуг был организован на детских площадках Наринмара и населенных пунктах. О том, где и как отдыхали жители округа, смотрите в следующем материале. После отпуска в семье Малащенко жизнь бьет ключом. Надо разобрать вещи после поездки, подготовить детей к школе и садику, успеть сходить за грибами. Энергии хватит на все. Отпуск семья провела в Кировской области, которая славится своими санаториями. Семья отдыхала в поселке Митино по путевкам мать и дитя. На самой территории корпуса есть озеро, там купатель. Гулять там хорошо, природа. Гулять хорошо, охрана, все это есть. В лесу малина, ягода. Лес очень хороший, а так как на юге жару не очень переносим, средняя полоса очень хорошая. Закаливание, соляные камеры, хвойные ванны, бассейн и массаж. После этих процедур семья забывает о простудных заболеваниях как минимум на полгода. Как говорят супруги, санаторий удобен для отдыха с детьми. Процедурные кабинеты находятся в жилом корпусе, так что далеко ходить не надо. Есть парковка и для автомобиля. Так что семейную Неву, на которой семья приехала в Митино, было куда поставить. Если будет возможность, обязательно приедут поправлять здоровье именно в Митино. Хотя более популярен у жителей округа отдых на море. В этом году на Черноморской побережье было закуплено 729 путевок, в Кировскую область – 49. Уже не первый год Ненецкий округ сотрудничает с санаторием «Делуч» в Анапе, который получает положительные отзывы отдыхающих. Своими впечатлениями о санатории и отдыхе в нашей студии поделилась Анна Цепилова. У меня очень хороший номер был. Мне повезло, я как в царских палатах жила. Девочки рассказывали, я в 6-м корпусе жила, вот в морском я говорю, а девочки жили в 3-м. У них тоже все очень хорошо было. У них были кроватки там, кресла, зеркало, телевизор, маленький холодильничек, вот. Но небольшие у них такие, не знаю, там по 20 метров квадратных было. А у меня большое. Да, отдых прошел замечательно, честно, я очень благодарна. Действительно, на ура. На ура. Это приятно, это море, это новые взгляды и мои, и ребенка. Это событие какое-то, я тоже так считаю. Потому что одно дело, как мы принимаем, мы уже взрослые. Другое дело, насколько позитива дети получают от того, что они выезжают. Они взрослеют, они больше видят, они растут, развиваются. Я очень благодарна. Спасибо большое. Сегодня в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты подводят первые итоги летней оздоровительной кампании 2016. К середине августа прошли оздоровление и находятся на курортах 411 детей и 348 родителей. В этом году очередь 2014 года закрыта полностью. Специалисты отмечают, не обошлось и без отказов от бесплатного летнего отдыха. Отказались от 181 бесплатной путевки. Это 100 детей и 81 родителей. Причины в основном объективные. Ну, есть действительно не объективные, когда отказываются сроки, близкие к отъезду, что усложняет, в принципе, переспределить эту путевку. И на сегодняшний день у нас свободно 18 путевок на Черноморское побережье, три путевки на Кавказ и одна путевка в среднюю полосу России в санаторий Митина. Отдохнули этим летом и 236 детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для них были закуплены путевки в санатории имени Крупской в Железноводск. Благодаря финансированию с федерального бюджета в размере более 2 миллионов рублей была дополнительно набрана группа отдыхающих. В настоящее время 27 детей в сопровождении трех взрослых отдыхают в детском лагере пансионата «Юбилейный» Туапсинского района. Более 100 детей из числа спортсменов, отличников и активистов этим летом отправлены на сборы и для участия в тематических сменах международных и всероссийских детских центров. Всего этим летом за счет бюджетных средств отдохнет каждый пятый ребенок Ненецкого округа. Валентина Чибичик, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Свежая местная продукция в каждый дом. Вслед за Андигом, где началось производство молока зарегистрированным фермером, наша съемочная группа побывала в деревне Лабожское. В небольшом поселении в 50 километрах от окружной столицы работает молочное предприятие, продукция которого стала любима в близлежащих деревнях и на Ринмаре. Молоко, сметана, творог Великовисочного животноводческого комплекса пользуются спросом не случайно. На предприятии трудятся люди, не только хорошо знающие дело, но и по-настоящему влюбленные в профессию. А тех, кто доставляет в наш дом свежие молочные продукты – в рубрике «Сельсовет». Луиза Лысюк загоняет своих подопечных в телятник. Каждый вечер на знакомый голос с неспешным шагом идут несколько десятков ухоженных телят. Они у вас как детки? Да, они места все знают, идут вечер. То туда, то туда, в своей группе расходится. Сколько у вас подопечных? 38 у меня маленьких, 20 больших, 58 голов. Каждый день самых маленьких Луиза Владимировна поет молоком. Старших кормит сухим кормом, следит за привесом, чистит загоны и убирает проходы. Как шутя говорит женщина, за три года работы для своих подопечных она стала родной мамой. Стала родной еще для 45 телят и другая работница фермы Анастасия Чупрова. Любовь к телятам, по словам женщины, родом из детства. Совсем маленькая Анастасия Николаевна ходила помогать своей маме, доить и ухаживать за коровами в колхоз родина. Теперь уже сама с внуками каждое утро спешит на ферму. Утром прихожу, открываю дверь. Ребята, кушать хотим? Все, они уже голову поднялись, соскочили, уже ждут. Они уже знают, что я зашла. Они уже знают даже по голосу. Вот у меня группа эта, я захожу, они вот именно на меня смотрят. Вторая заходит, группа вот не с этой стороны, они уже на нее смотрят, они уже знают, что это их мама пришла. Семьи, как вот в семье. У меня своя дома семья. И здесь у меня семья, они тоже мои дети. За 25 лет работы ее руками выращены сотни телят. Кроме хорошего ухода, уверяет нас Анастасия Чупрова, нужен и индивидуальный подход. Кушаются, ну, всякие, как ведь и дети, как ведь мы. Так же и с характером, каждый со своим. Так что каждому надо подход. Любите своих подопечных? Ну, люблю по неволе. Смала, и при мне они болеют, при мне они растут. Вместе с ними болею, вместе с ними переживаю и расту вместе с ними. Тяжеловато, но это моя любимая работа. Пока Анастасия Николаевна ухаживает за своими телятами, Виктория Лаптандер готовится к вечерней дойке. Подключаем к аппарату. Когда молоко закончится в трогах бежать, мы его оттягиваем. В день девушка доет 42 коровы. Несмотря на то, что вместо человеческих рук ныне работают электрические доильные машины, работа доярки трудная. Кроме дойки в обязанность входит чистка и помывка коров, уборка, первичный осмотр животных для обнаружения болезни. А еще с каждой коровой нужно уметь ладить. Надой молока может снизиться вдвое, если животное будет взволновано. При соответствующем уходе и внимании буренки будут давать хорошие надои. Ради хороших надоев в настоящее время на производстве, которое расположено на двух участках в деревне Лабожское и селе Великовисочное, трудится около 39 человек. Среднегодовое поголовье крупного рогатого скота насчитывает более 200 голов, из которых 77 – дойное стадо. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Услуг дополнительного образования в Наринмаре стало больше. Центр всестороннего развития «Полиглот» получил лицензию на образовательную деятельность. Теперь, кроме преподавания иностранных языков, сотрудники центра могут начать подготовку выпускников к единому государственному экзамену и государственной итоговой аттестации по различным предметам. За успехами предпринимателя и по совместительству преподавателя студии «Полиглот» Натальи Сафоновой наблюдает Департамент финансов и экономики совместно с Фондом поддержки предпринимателей. В гостях у «Полиглота» побывала и наша съемочная группа. Подробности в рубрике «Актуально». Внутренний интерьер студии не даст ошибиться. Здесь изучают иностранные языки – английский, немецкий, французский и китайский. Свои двери для желающих постичь заморскую речь «Полиглот» открыл в августе прошлого года. Первый опыт дал хорошие плоды. За первый год обучения в центре прошли порядка 70 человек. Среди них более 20 малышей. Сейчас все ученики на каникулах. Педагоги ждут их на занятия в сентябре. Да, они продолжат обучение и перейдут на новый уровень. То есть были дошколята, перейдут на уровень первого класса. Изучали, вот у нас в ступени там A и B идет, да, или даже статы, то будут на другой уровень переходить. На месте мы не топчемся, мы растем и развиваемся. Вместе со своими учениками растет и развивается сама студия. Сегодня «Полиглот» — это не только изучение иностранных языков, а Центры всестороннего развития. Наталья Сафонова делится радостью. В начале августа получена лицензия на образовательную деятельность. Первое, что она нам дает, это, во-первых, уверенно стоять на ногах. Теперь мы законно существуем и радуемся этому. Второй пункт, конечно, это право выдавать сертификаты по окончанию обучения, потому что каждый из нас хочет получить какую-то бумажечку о том, что он старался и закончил успешно обучение. Дальше есть такой момент, очень важный, мне кажется, для потребителей наших услуг. Это налоговые льготы. То есть они смогут вернуть какую-то часть от оплаченной услуги. Кроме того, лицензия на образовательную деятельность дает Центру Полиглот право на расширение сферы услуг. Теперь, кроме преподавания иностранных языков, сотрудники Центра могут начать подготовку выпускников к единому государственному экзамену и государственной итоговой аттестации по иностранному и русскому языкам, математике и химии. Для малышей от 3 до 6 лет появится кружок творческого развития по системе Монте-Сори. Для детей любого возраста — кружок английский театр. В планах Натальи также организовать занимательную продленку для начальной школы. Расширение сферы услуг неизбежно приведет к расширению штата сотрудников. К преподаванию привлекут опытных и надежных педагогов. К слову, и сама хозяйка студии Наталья Сафонова — педагог иностранного языка в первой школе. Организовать свое дело индивидуальному предпринимателю, кроме собственных средств, помог окружной грант. Средства направили на оснащение студии. Приобрели растущие парты, еще у нас две парты в пути. То есть мы можем менять и корректировать под рост. Приобрели замечательную интерактивную доску, без которой жить не можем и никак не нарадуемся. Успехами Натальи Сафоновой, получателя окружного гранта, представители департамента и фонда остались довольны. На встрече с представителями окружного ведомства обсудили и проблемные вопросы, с которыми сталкиваются молодые предприниматели. Татьяна Лагвиненко напомнила о поручении главы региона Игоря Кошина о перенаправлении госзадания от государственных и муниципальных учреждений к предпринимателям и некоммерческим организациям. Этот вопрос проработают совместно с Департаментом образования округа. Ирина Цепетова, Антон Бодряков, Телеканал «Север». За полгода ненецкие рыбаки выловили почти 7 тысяч тонн рыбы в морских и внутренних водоемах. Это навага, щука, сик, платва, ясь, пеледь и другие виды рыб. Сегодня в округе этим промыслом занимаются 7 рыболовецких колхозов и 83 индивидуальных предпринимателя. Затем, в каких условиях и кем добывается рыба, в частном подворье наблюдал наш корреспондент. В 80 километрах от Наринмара, вверх по Печоре, бригада Валерия Христолюбова ведет промысел на одну из самых ценных видов сеговых рыб – ряпушки. У нас ее называют зельдь. А за сегодня сколько уже поймали? А вот мы первый славу поделали. Тяжело так вот целый день? Ну, так как нелегко, а рыбацкий тропик – это тяжелый очень. А вы давно работаете? Около 30 лет. Вы сколько рабочий день начинаете? А у нас ненормированный день. То есть целый день можете? Мы там целый день, можем сутки. Сутки на воде, в любую погоду, в любое время года. Природа отпуска не дает, а Печора любит сильных и выносливых. Таких в бригаде Валерия Николаевича 8. Рыбаки – профессионалы. Рыбу ловят не первый год, видно по рукам. Кожа задубевшая от ледяной воды, от бесконечных километров сетей, пропущенных через ладони. У нас обыденная жизнь. Да, с утра до вечера. С утра до вечера, целый день. Кидаем, кидаем, выбираем. Такая обыденная жизнь у Рыбаков длится долгие месяцы. Непромокаемый прорезиненный комбинзон защищает от ветра и воды. А вот душу от длительных разлук с семьей спасает домашний уют. В 10 минутах езды от Печоры у Рыбаков есть частное подворье. Добираемся туда на уазике с поваром бригады Олегом Осипенко. На горизонте виднеется хозяйство рыбаков. Вообще впечатляет, словно попадаешь в маленькую деревню. Пес Паниель по кличке Косой дружелюбно встречает нас у порога. Лапа подает. Всего на территории рыбной точки несколько жилых домов. Есть мастерская, подсобные помещения, баня. Заходим в самую большую избу. Ой, у вас тут прям целый дом, да? Конечно. Мы здесь живем. А дом откуда привезли? Из республики Коми привезем. Насколько рассчитан у вас дом? Так, ну, человек восемь живем. Видите, у нас обиденный большой стол. Дружно живете? Бригада-то уже, наверное, сложилась за несколько лет с годами, да? Уже, наверное, как родственники. Да. Живут ребята дружно. Многие работают здесь на протяжении пяти. А кто и больше? Десяти лет. Режим выработан годами. Мы стоим мы в часов девять, потому что поздно ложимся. Завтракаем. Кто кофе, кто чай. И уже Валерий Николаевич распределяет, кто куда. И выезжаем на свою работу. Ну, я повар, я остаюсь, соответственно. Ребята все по лодкам, кто куда. Вот и сегодня для своих коллег-рыбаков Олег Юрьевич готовит обед. А на обед что готовите? Ну, какое? Суп, борщ. Потом, что у нас еще бывает? Уха. А любимое блюдо какое? Бросят что-нибудь там, например, да, приготовить? Нет. Обычно что изготовлено, то едят. Саму и рады, да? Да. Вот такие они, рыбаки земли Ненецкой, неприхотливые, с железной волей, для которых рыбалка – это не только хлеб, но и особое состояние души. Благодаря их труду живет и развивается Ненецкий автономный округ. Любовь Пермякова, Вадим Носкин, телеканал «Север». На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте. www.trk.sever.ru До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова